Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. Новополоцкое училище Олимпийского резерва посетил советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов. Уже завтра, 17 июля, часть Новополоцка останется без горячего водоснабжения. Причина – плановая ремонтная кампания. Выступление звезд белорусской эстрады, викторийные конкурсы, промо-тур платежной системы Белкарт приехал в Новополоцк. Подробнее об этом и не только смотрите прямо сейчас. Массовая уборка зерновых началась в Беларуси, сообщает Белорусское телеграфное агентство со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Так, согласно информации, на 16 июля зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти в 129 тысяч гектаров. А это почти 6% плана кампании нынешнего года. По темпам работ лидирует Брестская область. Там убрано более 15% от плана, что составляет более 50 тысяч гектаров. В Гомельской области убрано почти 13% площадей, в Гродненской чуть более 4%. В Минской почти 3%, в Могилевской почти 2%. В Витебской области к уборке только приступают. Зерновые убраны менее чем с 1% площадей. Всего по стране намолочено почти 400 тысяч тонн зерна. Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав более чем на 50% площадей. По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили почти 3 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить более 9 тысяч тонн. 17 июля часть Новополоцка останется без горячего водоснабжения. В городе продолжается кампания по подготовке теплотрассы к новому отопительному сезону. Испытывают на прочность магистральные и распределительные сети Новополоцка по традиции в несколько этапов. Первый стартовал 22 мая и завершится 5 июня. Тогда была приостановлена подача горячего водоснабжения в жилом фонде с 4 по 10 микрорайоны Новополоцка. А уже завтра, 17 июля, стартует второй этап. Он завершится 31 числа. Подачу горячего водоснабжения приостановят в первом, втором и третьем микрорайонах Новополоцка. От больничного городка до перекрестка Калинина и в поселке Пионерный. Также добавлю, что в июле, согласно графику, ограничена подача горячей воды в домах жителей микрорайона Боровуха. Здесь работы, а соответственно и отключение горячей воды также проходит в два этапа. В историю Новополоцка имя Олега Александровича Ктатора, начальника строительства и первого директора Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода, вписано золотыми буквами. 15 июля этой легендарной личности исполнилось бы 100 лет. В честь знаковой даты в Новополоцке прошел легкоатлетический забег, который завершился памятным митингом у балерьефа Олега Ктаторову. Мемориальный комплекс «Первая палатка». Здесь собрались работники открытого акционерного общества «Нафтан», а также просто новополочане, чтобы легкоатлетическим забегам отдать дань памяти первому директору Новополоцкого НПЗ Олегу Ктаторову. 15 июля ему бы исполнилось 100 лет. Маршрут забега определен, регистрация и участники выстраиваются на старте. С дистанции в полтора километра молодое поколение справляется буквально за пару минут. И вот они уже финишируют у балерьефа Олегу Александровичу. К слову, легкоатлетический забег – лишь одна из акций в целой череде юбилейных мероприятий, организованных открытым акционерным обществом «Нафтан». «Это очень значимое для всего, наверное, «Нафтана» и города мероприятие, поэтому оно у нас подготовлено и проходит на достаточно высоком уровне. В пятницу у нас закончился чемпионат по мини-футболу. Сегодня у нас стартовал и финишировал легкоатлетический забег. Праздник состоялся и праздник удался». После забега состоялся памятный митинг. Вспомнить первого директора Новополоцка в НПЗ собрались представители администрации города, первостроители Новополоцка, а также молодое поколение нефтехимиков, работники открытого акционерного общества «Нафтан». «Это та личность, которая занималась и положима ночам спорту в нашем городе, положима ночам в социальной сфере. Строились не только детские сады, школы, магазины. Строился полностью комплекс всего города. Им были созданы лучшие трудовые традиции, которые на сегодняшний день соблюдаются также у вас на производстве и у нас в городе». По окончании митинга в память о легендарном земляке присутствующие возложили цветы к барельефу Олегу Александровичу Ктаторову. Капитолина Зинкевич, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Новополоцкое училище Олимпийского резерва посетил легендарный советский биатлонист Александр Тихонов. Является четырехкратным олимпийским чемпионом, одиннадцатикратным чемпионом мира и пятнадцатикратным чемпионом СССР. С легендой советского спорта пообщалась и наша съемочная группа. «Спасибо огромное, дорогие мои. Буду ждать, когда у вас появится сильнее Тихонова и больше наград завоюет за родную белорусскую землю». Хлебом и солью встретили в Новополоцком училище Олимпийского резерва легендарного советского биатлониста. Александр Тихонов уже во второй раз посетил учебное заведение. Представители училища провели экскурсию и показали, какие произошли изменения с прошлого приезда олимпийского чемпиона. Особенно Александр Тихонов заинтересовался музеем белорусских традиций, который расположился в одном из корпусов учреждения. «Прекраснейшие условия для подготовки. И роллерная трасса, и стрельбище, и самое главное, вы знаете, что поражает вообще в Белоруссии в целом? Это чистота и порядок. Вот таких спортивных комплексов надо еще поискать где-либо по земному шару. Вы посмотрите, все пострижено, вырезано, понимаете. Пройдешь по гостинице, по спортивной базе, где живут размещение, питание. Все в идеальном порядке. Осталось только одно – результат». Позже общение продолжилось с учащимся Новополоцкого училища Олимпийского резерва. Стать лучшим такую задачу ставил перед собой Александр Тихонов. И, несмотря на все трудности, он ее выполнял. О необычных упражнениях в рамках индивидуальной подготовки, о правильном питании и не только, рассказал советский биатлонист будущим чемпионом. Александр Тихонов взволнован допинговыми скандалами в современном биатлоне и поделился, что лучший вспомогательный фактор для человеческого организма – это две ложки меда по утрам. Также советский биатлонист отметил, что одной из основных составляющих успеха является природный талант спортсмена. Именно он и помог достичь Александру Ивановичу спортивных высот. К любым данным, природным, к любому таланту нужно нечеловеческое трудолюбие. Я на финише потерял сознание. Я его потерял метров за 50 до финиша. Я шел вот такими зигзагами к финишу, понимаете. Если бы я себе на секунду пожалел себя, я бы был вторым, может быть третьим. Но есть такое понятие в большом спорте – вторых не помнят. Помнят первых. В завершении встречи фото с олимпийским чемпионом. Александр Тихонов подарил учащимся книги и памятные сувениры. В свою очередь руководство Новополоцкого училища преподнесли фотографию с прошлой встречи и книгу о Новополоцке. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Концертная программа промо-тура платежной системы «Белкарт» прошла на площади строителей. Новополучане участвовали в викторинах и конкурсах, в танцевальных и вокальных баттлах. Чем еще удивляли организаторы благотворительной акции жителей Новополоцка, расскажем далее в нашем сюжете. Уже второй год подряд промо-тур «Белкарт. Тебе ближе» колесит по белорусским городам. Мероприятия тура направлены на повышение финансовой грамотности белорусов. Концертное шоу на главной площади города открыла популярная певица Влада. Из первой же песни покорила новополоцкого зрителя. Очень благодарна администрации города, что сегодня это мероприятие проходит для жителей Новополоцка. Мне кажется, что нашим зрителям должно понравиться сегодняшнее мероприятие. И я уверена в том, что они станут более финансово грамотны, потому что в развлекательной форме мы рассказываем, скажем так, азы, но в то же время это мероприятие веселое, и люди танцуют, подпевают, и поэтому мне кажется, что они действительно останутся довольны. Помимо Влады на сцену вышли финалист национального отбора на Евровидение 2018 Ален Хитт, обладатель Гран-при Славянского базара 2016 Алексей Гросс и многие другие. Между выступлениями звезд белорусской эстрады организаторы акции провели конкурсы и викторины. Что значит итальянское слово «банка»? Как называется вьетнамская монета? На эти другие вопросы отвечали новополочане. Также призы и сувениры от платежной системы можно было получить, став участником танцевального и вокального батлов. Акции мы еще таких не замечали, но нам очень нравится, мы очень рады за то, что мы пришли, мы живем рядом здесь, и мы довольны с ребенком, мы очень много получаем удовольствия, но мы очень счастливы, такие акции мы почаще. Промо-тур платежной системы Белкарт продолжает свое путешествие по Белоруссии. Уже в августе концертные программы пройдут в Кличеве и Полоцке. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Чемпионат Беларуси по академической гребле, первенство страны по легкой атлетике и чемпионат мира по спортивному ориентированию. О результатах этих событиях далее в спортивном обзоре Глеба Прокофьева. В Бресте прошел чемпионат Беларуси по академической гребле. В классе мужских лодок-одиночек выступил воспитанник Новополоцкого училища Олимпийского резерва. Филипп Пауков меньше секунды уступил лидеру гонки и стал обладателем серебряной медали. Первенство Беларуси по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004 и 2005 годов рождения состоялось в Бресте. Учащийся спортивной школы Нафтан в прыжках в высоту показал результат 180 сантиметров и завоевал бронзовую медаль. В спортивной ходьбе на дистанциях 2 и 3 километра спортсменка Новополоцкого училища Олимпийского резерва Надежда Бельдюга дважды замкнула тройку лидеров. В столице Латвии прошел чемпионат мира по спортивному ориентированию среди ветеранов. Спортсмены от 35 лет и старше. В соревнованиях приняли участие более 300 с половиной тысяч участников из 40 стран мира, в том числе и новополоцкий ориентировщик Дмитрий Михалкин. В своей возрастной группе на средней и длинной дистанциях Дмитрий стал победителем. Таковы новости на сегодня. Я лишь напомню, что наши программы доступны на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале нашей телерадиокомпании. Также следите за событиями городской жизни в наших аккаунтах, в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго и до встречи на Вектор ТВ. По прогнозам синоптиков, в среду 17 июля в Новополоцке ожидается облачная погода, дождь с грозой, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду, температура воздуха ночью 13 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok